Я с удовольствием продолжаю нашу рубрику «Разговор за чашкой чая». В основном это разговоры о жизни в Англии. И сегодня тема по просьбе разговор о том, как происходит страхование жизни в Великобритании, для чего оно нужно, разновидности и так далее. То есть я хочу посвятить свой разговор именно этой теме сегодня. А потом в следующий раз я вам расскажу вообще о видах социального пакета, о том, какие социальные пакеты бывают в Великобритании, в различные предприятия, фирмы, организации. Добро пожаловать. Я стала меньше сахара класть. Я пытаюсь отучиться, но я пробовала, знаете как, вообще не класть. И мне это не нравится. Я думаю, что постепенно и постепенно. Вот сейчас у меня одна ложка, и я уже как бы привыкла. Так вот, страхование. За период своей жизни здесь в Англии с 99-го года, практически с конца 98-го года, я как бы столкнулась с тем, что страхование жизни – это абсолютно неотъемлемая часть социального пакета как на предприятиях, так и, в общем-то, сами люди это организуют для себя, потому что это является необходимостью. Но сначала расскажу о том, как это происходит при поступлении на работу. В общем-то, сейчас даже те фирмы, которые не предлагают никакого особо шикарного, скажем так, социального пакета, все равно предлагают страхование жизни как, в общем-то, как базовый, фундаментальный, даже если это единственный, как бы, бенефит, элемент в социальном пакете. Не знаю, как назвать это. Единственный пакетч. Единственное, что они предлагают в социальном пакете. То есть, как самый абсолютный минимум. И, как правило, компании предлагают страхование жизни. Бывает, как правило, приблизительно 4 годовых зарплаты. И работнику это ничего не стоит совершенно. А компании, поскольку это групповое страхование, компания платит раз в год взнос премиум. И, в общем-то, страхование распределяется на все случаи смерти, кроме самоубийства. И также есть страхование, любое страхование является добровольным. То есть, обязательного страхования жизни нет. Но в некоторых случаях оно является настолько необходимым, что оно уже, как бы, как сказать, оно воспринимается, как обязательное. Страхование жизни индивидуальное. Это если человек сам для себя это организует. И для чего это люди делают. Например, у меня была, когда одна работа, я работала всего полгода в какой-то фирме, я уже сейчас, да, у нас не было страхования жизни, как таковой. И они давали, как бы, ну, восполняли этот недостаток, компенсировали в зарплате. и нужно было самому это сделать. Если хотите. Если не хотите, это, как говорится, риск ваш. Я делала, когда сама себе страхование жизни всего один раз, и у меня это продлилось чуть больше полгода, потому что потом я устроилась на постоянную работу, и где было, был очень хороший социальный пакет. Так вот, когда я это сделала, у нас есть всевозможные сайты, как наверняка они есть и в России, где сравниваются как бы life insurance пакеты или оплата, какой вы выбираете карман, так сказать, пакет. То есть, если бы я, например, хотела себя застраховать на 300 тысяч фунтов в случае смерти, ни один страховщик никогда не застрахует на случай самоубийства. Это во-первых. Значит, и что я хотела бы как бы донести до вас, это то, что когда вы страхуетесь, страхуете сами добровольное страхование от частного лица, обязательно отвечаете на много вопросов, связанные со здоровьем. Например, был ли у вас сердечный приступ? Был ли у вас рак? Сейчас находитесь ли вы под лечением, на лечении на каком-то? Ожидаете ли вы каких-то результатов? Например, результаты анализа биопсии? Потому что очень много, конечно, случаев, когда люди об этом не заботятся и не знают об этом, а потом раз наступает ситуация, когда берутся анализы, берется биопсия, например, на случай обнаружения раковой опухоли, и тогда люди начинают искать страховку жизни и так далее, то есть паники. И поэтому это как бы тоже учитывается, и как правило, вот такие страховки, они очень-очень высокие. Но основным элементом, то есть не все компании будут те же самые вопросы задавать, но в общем-то, как правило, эти вопросы задаются. Но самым важным вопросом, который будут спрашивать абсолютно все, курите ли вы? Курите ли вы в данный момент? Если да, сколько сигарет вы курите в день? Курили ли вы когда-то? Если вы не курите сейчас, курили ли вы когда-то? Если вы напишите да, раньше курила или курил, когда вы курили? Когда вы курили последнюю сигарету? Сколько лет назад вы бросили? То есть вот эти все вопросы очень тщательно исследуются. Почему? Потому что уже доказано, конечно, всевозможные доказательства есть о вреде курения, но тем не менее, что мне сказали, когда мы брали, мы купили вот этот дом и пришел в моргидж-эдвайзер, советник по ипотеке, он сказал, что даже если вы напишете, просто он меня предупредил, даже если вы напишете, что вы не курили никогда или вы не курите уже, скажем, год, а если вы выкурили сигарету, допустим, там, ну, два-три дня назад, а по страховке у вас сказано, что вы не курили, вам страховку не будут выплачивать. Правда это или нет, я не знаю, потому что меня это как бы не особо сильно волнует. Но он мне это как бы и объяснил, потому что оказывается, при наступлении страхового случая, то есть при смерти, производится как это, вскрытие, и они могут определить, то есть там в легких находится там какое-то вещество или нет. Вот, я не знаю, это правда или нет, но я знаю только одно, что когда вас вас страхуют по работе, с работы, то есть вы не отвечаете ни на какие вопросы, вас просто спрашивают, вы просто даете свой возраст, там с возрастом, там же групповая страховка получается, в общем-то, там определяется средний возраст, и с увеличением среднего возраста возрастает плата на какое-то количество, там, тысяч фунтов или фунтов, вот, и в общем-то, а для индивидуала, для самого работника это никакого значения не имеет. Вот, почему страховка нужна? Страховка, в общем-то, как вы знаете, любое, как бы, предложение, оно определяется спросом, потому что в Англии, как ни в одной другой европейской стране, нет такого бзика на частной собственности. Если, я знаю, что та же самая Германия, капиталистическая страна, там, или Франция, очень много, большинство людей снимают дома или квартиры. Только здесь, почему-то, в силу каких-то обстоятельств, это культура, это то, что как бы заложено в генах, знаете, уже в крови, и это чувство собственности, вот оно настолько как бы преобладает именно в социальной среде. И поэтому страховка жизни очень важна. Если у вас ипотека, скажем, на 25 лет, на 15, на 10, там на разные бывают. Мотоцикл, извините. Если, допустим, у вас ипотека на 20, там, или 25 лет, то, естественно, любой ответственный человек, человек, который несет ответственность за выплату этой ипотеки, а также человек ответственный за благосостояние своей семьи, как во время своей жизни, так и после своей жизни, который печется и заботится о том, чтобы семья не осталась на улице, чтобы было достаточное обеспечение по всем вопросам, будет стараться взять страховку жизни, которая не только покроет его моргидж, ипотеку, а также и на какой-то продолжительный период времени. Например, 4 моих зарплаты покроют размер моей ипотеки. Но если я, предположим, случится так, что я погибла или умерла от какой-то болезни или чего, раньше, чем Ричард или раньше, чем, например, мы выплатим эту ипотеку, вот 18 лет у нас будет, то мне нужно иметь при себе какой-то еще запас в кармане. То есть для того, чтобы, допустим, ну или не дай бог, мы погибли вместе где-то там, ну не знаю, или что-то случилось, значит, чтобы моя ипотека была выплачена разом и дом достался сеней, например, то моя страховая, моя страховка жизни должна не только покрыть эту ипотеку, но и все расходы и в зависимости уже от моего собственного желания и воли обеспечить какую-то сумму денег своим наследником. Будь это мой муж с сыном или просто мой сын или вашим наследником. Поэтому здесь как бы усматриваются два момента. То есть у меня уже есть страхование жизни с работы, которое равно четырем моим годовым окладам и страхование жизни включается только оклады, то есть только гарантированная зарплата. То, что является вашими бонусами, то, что является вашим доходом от продажи акций компании, это все не учитывается. Учитывается только стопроцентный базовый оклад. И если я так подумаю, ну хорошо, если моя зарплата оплатит, если моя страховка жизни оплатит мою ипотеку, то Ричарду все равно же нужно будет на что-то дальше жить, поскольку он пенсионер уже, и допустим или достанется это моему сыну, там большой консульский налог на дом, потому что территория, площадь и земля, и также на удобную комфортабельную жизнь. То есть я буду уже смотреть дальше сейчас страховку, поскольку у меня второй страховки сейчас пока нет, мне это не нужно, я буду смотреть страховку дальше. И там нужно быть очень внимательными с ответами на вопросы. Чем, конечно, здоровее вы, тем лучше, чем моложе вы, тем это тоже лучше. То есть это как бы не такой факт, с которым вы не сможете ничего сделать. Это правило, что после 50 определенная сумма страховки возрастает, то есть ваш взнос, ваша плата за страховку возрастает, а после 60 еще больше и так далее. Хорошо то, что есть очень много страховых компаний, которые специально предусматривают свои страховые случаи, свои страховки для людей определенного возраста. То есть есть после 50, после 60 и так далее. Ричард у меня, я помню, сделал две какие-то себе, можно сколько хотите, только сделать. Допустим, чтобы, если в наступлении страхового случая у меня какие-то остались деньги и было необходимое достаточное количество денег на похороны, я каждый раз говорю об этом, я начинаю реветь, так что меня уж извините. Но, в общем-то, в этом заключается выражение своей заботы о будущем, о будущем своей семьи, о тех, кого ты любишь, о тех, о ком ты заботишься и именно обеспечение их будущего, по крайней мере, облегчение страданий, которые принесет ваша смерть. То есть на это все очень смотрится реально в этом мире, в западном мире, понимаете, и у меня было интересно, нам все время кажется, что смерть случается с другими, с кем-то. И у меня вообще очень сейчас философский подход к этому уже говорили, и когда наступило более 50 лет, уже понимаешь, что это всего-навсего цикл жизненный, с уходом мамы, ребенок вырос, и это все как бы натуральный, это естественный процесс, процесс, но реальность у меня как бы она вот до меня не доперла, понимаете, до тех пор, пока я не увидела свои пенсионные документы. То есть пенсия, это у нас был отдельный разговор об этом, если вы помните, я делала разговор, мне прислали бумагу, где написано было, там что-то, какой-то отчет был, какое-то объяснение фондов там и так далее. То есть они каждый год это шлют, и написано, что вот такой-то фонд, значит, это будет расти до тех пор, пока вы не умрете. То есть это было настолько написано в конкретной и нетерпящих возражений, никаких возражений в форме, что вы умрете, это да, и нечего вообще в принципе расстраиваться по этому вопросу. То есть обязанность ответственного человека именно заключается в том, чтобы осуществить какое-то более-менее нетерпимое существование своим близким, обеспечить, это обеспечение привести как бы в какую-то легальную форму, чтобы после вас не наступило, после того, как вы ушли, чтобы не наступило никакой финансовой катастрофы, и чтобы жизнь семьи не покачнулась больше, чем это необходимо. Вот в общем-то в этом вся философия это и заключается. Так вот, страхование жизни, если вы особенно спрашивали те, кто живет в Англии и живет недавно. Здесь очень много зависит от того, какого вида у вас собственность. Или вы снимаете дом или квартиру, или у вас, например, ипотека, моргидж, на сколько лет и так далее. Сколько, если у вашего супруга или у вашей супруги достаточное как бы обеспечение в рамках существующей страховки жизненный и что вы можете себе позволить. В общем, я вам единственное, что скажу, что если вы курите, то у вас, допустим, месячный взнос за, скажем так, страхование жизни, ну, давайте скажем, на 150 тысяч фунтов. Допустим, для моего возраста, вот мне после 50, значит, там такая вилка. Если вы напишете, что вы курите, у вас будет приблизительно 80 или 90 фунтов, по-моему, 90 фунтов в месяц оплата. Это страховой взнос месячный. А если вы не курите, то это будет порядка 45, то есть два раза взлетает. Какое все-таки огромное значение придается вреду курения. И это, в общем-то, я, как уже сказала, я не знаю, насколько это действительно там после вскрытия это, какие доказательства это несет и так далее, но я считаю, что лучше не рисковать. И тем, кто курит, просто-напросто бросит курить, это гораздо дешевле, чем платить такие деньги за каждый месяц. Но, как я уже сказала, меня это не особо касается, поэтому я просто ради интереса я узнала у него. Вот. И посмотреть, какую сумму вы, все зависит от суммы страховательной, страховой суммы общей, которая подлежит выплате в результате в случае страхового, в наступлении страхового случая и также сколько, сколько бы вы хотели платить в месяц. Очень много. И вообще, как маркетинг этот работает, я не знаю. Вот если пойдешь на сайт, страхование жизни, например, life insurance, да-да-да, начинаешь искать, сразу же начинаются какие-то имейлы, сразу начинаются, даже пишут, то есть обмен информацией, обмен данными идет везде, хотя это, в общем-то, не разрешается без вашего согласия. И сразу начинаются какие-то письма даже идти, письма, вот вы, вот страховка, вот, а хотите ли вы подумать вот по поводу такой страховки. Я сейчас пока не буду, пока мы не переедем, с января я это сделаю. Вот. Это, в общем-то, вам основа, как бы, основные данные по страхованию жизни в Великобритании, есть ли у вас таковые обстоятельства, что вам необходимо подумать о том, что теоретически может случиться с вашей собственностью, с вашей семьей в результате, допустим, несчастного случая или в результате болезни, если вы уходите из жизни. Поэтому нужно об этом задуматься. Вы знаете, у меня всегда была страховка, в основном это было с предприятиями связано, с организациями, всегда давали или три, или четыре. У Сени там, по-моему, три годовых оклада, а у нас четыре. Есть некоторые компании делают пять, четыре в основном, это как бы средний, такой средний пакет. Вот. И подумать о том, что, может быть, и сделайте, необходимо сделать самому какую-то небольшую, может быть, дополнительную страховку. Вот. Вот это так. Конечно, во всех странах по-разному. У нас, я когда работала, я помню, с Россией, это было, ну, сколько, 10 лет назад, последний раз, и тогда еще это было не так актуально. Я помню, в Москве у нас была основная эта медицинская страховка с тем, чтобы гарантированное прибытие скорой помощи, там, по-моему, сейчас на мотоциклах уже делают, и тогда уже делали, то есть, скорая на мотоцикле, прибывает в течение определенного времени. То есть, это как-то рассматривалось более важно и более насущно, чем страхование жизни. А в таких странах, как Казахстан, например, вообще они не понимали, для чего нужно страхование жизни. То есть, это, естественно, зависит от социального, экономического положения и от того, как я уже сказала, каково отношение вообще к самому вопросу собственности. то есть, если у вас, допустим, арендованная квартира, то народ как-то особо сильно об этом не заботится, если только здесь нет, как бы, ну, излишней заботы о своей семье. Вот и все. В общем-то, это диктуется исключительно этим. Но если вы, допустим, покупаете дом, у вас будет обязательно серия вопросов по этому поводу, в смысле вообще вашего, так сказать, социального, финансового обеспечения. И если вы, если у вас в данный момент страховки нет, то у вас при подписании ипотеки, договора, соглашения на mortgage, у вас потребуется наличие вот такой страховки. Это обязательно. И вам даже посоветуют, какие там и так далее. Вот. Для тех, кто живет в Англии, я столкнулась с тем, что Aviva предлагает, в общем-то, самую такую, как это сказать, competitive, конкурентоспособную, я думаю, самый конкурентоспособный пакет. Посмотрите, Aviva и Legal and General. Legal and General и Aviva. Но Aviva, по-моему, является самой более конкурентоспособной и интересной. В общем-то, там разнообразие пакетов есть, там разнообразие всевозможных вариаций. Ну вот и все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Пока.